И я приглашаю на сцену нашего следующего последнего докладчика Станислав Миханошин, ведущий Ruby-разработчик компании DataArt, закончил VGU FKN бакалавром и VGU матфак магистром. Последние 4 года пишет на Ruby, интересуется также Unix сетями и функциональным программированием. Станислав, добро пожаловать. Привет всем. А, ну уже представили, я Стас Миханошин, Ruby, девелопер DataArt. И тема моего доклада – инфраструктура для разработки в один клик или вагран для разработчиков. Я, честно говоря, сам не могу запомнить эту тему, но рассказать есть что. Все появилось, тема доклада не просто так. Последние несколько проектов я работал с такими системами, которые состоят из множества разных сервисов. И каждый раз было нетривиально разворачивать это все на локальной своей машине, чтобы начать писать код. Поэтому мы начали искать какие-то пути решения. И сегодня поделюсь ими. Что представляет собой современное приложение? Во-первых, это множество различных сервисов, от которых оно зависит. То есть, ну, я буду говорить о основном backend всяких приложенках. То есть, там, PHP, Python, Ruby, Java, .NET, все такое. Вот. Ваше приложение, скорее всего, зависит от множества сервисов. Также оно может состоять из множества компонентов. И все это дело деплоится на множество серверов. В таком случае мы получаем достаточно распределенную штуку, которая как-то взаимодействует между собой, и вам нужно ее запустить у себя правильно и начать на ней работать. Ну, давайте по порядочку. Множество сервисов. Как правило, большинство приложений сейчас backend-овых пишут что-то в базу. Это может быть любая база. Вам она необходима для разработки. Также вы можете захотеть класть какие-то данные в key-value storage, memcache, tradis, что угодно. Там, например, кэш какой-нибудь класть или какие-то внутренние сервисные данные временно туда кидать. Ваше приложение может состоять из множества компонентов. И вам необходимо будет передавать как-то данные между ними, как-то связывать эти компоненты. И вы захотите поставить очередь сообщений. И когда у вас так много всяких частей в вашем приложении, вам хотелось бы смотреть логи централизованно, в одном месте, и вы можете захотеть централизованное хранилище логов. Поехали дальше. Само приложение может состоять также из множества компонентов. Сейчас очень модная сервис-ориентированная архитектура. Все дробят приложухи на маленькие части. В принципе, это удобно. У вас есть маленькие приложения, каждый из которых выполняет одну простую задачу. Легко тестить, легко деплоить и так далее. Но возникает проблема с коммуникацией этих микросервисов. Вот здесь, для примера, допустим, у вас есть какое-то главное веб-приложение, где там юзер регистрируется и что-то делает. У вас есть какой-то вспомогательный веб-сервис, есть пара каких-то бэкграунд, джоб, процессоров, и все это должно вместе работать. И когда мы имеем, получается, 4, как там нужно было на первом слайде, 4 внешних зависимости, это там база, кивэлью и так далее, мы имеем 4 сервиса, которые представляют наше приложение, все это должно деплоиться. По-хорошему, каждый сервис должен работать на отдельном хосте. Соответственно, у нас для каждого из этих приложений есть свой сервер. Итого у нас получается там уже 8 серверов. Такое средненькое приложение. Все это приводит к некоторым проблемам. Первая проблема – это когда приходит новый девелопер в проект, ему нужно его запустить. ему нужно запустить 4 внешних сервиса и еще саму приложуху. Вторая проблема – это управление конфигурацией всего этого дела на серверах. Сходу может показаться, что эти задачи не связаны друг с другом, но поверьте, это по сути одно и то же. Рассмотрим первый случай. Что делает девелопер, когда приходит в проект? Он ставит его. Если приложение такое сложное, то у него два выхода. Поставить все локально, то есть поставить базу данных, Postgres, допустим, поставить Redis, поставить RabbitMQ, поставить Logstash, запустить 4 приложухи у себя. А девелопер может работать на нескольких проектах. Ему нужен будет где-то Postgres 9.4, где-то 9.3. И, собственно, это проблема. Поэтому некоторые проекты используют другой подход. Вот они используют сервисы со стейджинга. То есть вы запускаете у себя приложуху, она идет в базу куда-то там в Америке, она оттуда там из очереди получает задачи. В принципе, работает, но могут быть коллизии. Если два девелопера, одновременно что-то там данные затерли, проблемки. Собственно, оба подхода, они так себе на самом деле. Выход очевиден, кто не догадался. Но это виртуальные машины. И не просто виртуальные машины. Если, допустим, предложить вам запустить все это в виртуалбоксах, вам нужно будет запустить 8 виртуалбоксов, допустим, с какой-нибудь Ubuntu. Это будет 8 окошек, они сожрут всю вашу оперативку, и будет плохо. Поэтому есть решение. Оно появилось в Ruby в сообществе в 2010 году. Сначала как Ruby библиотека. Теперь это такой инсталлятор на все операционки. Ну там, Винда, Мак, Линукс. Вот сайтец, Вагрантаб. Грубо говоря, это абстракция над гипервизорами виртуальных машин. То есть он может делать все, что могут делать виртуальные машины. Просто абстрактно вы не завязываетесь ни на какую конкретную реализацию виртуальной машины. Вы просто говорите, создай мне виртуальную машину с такими-то параметрами. И он создает. И по дефолту делает это без ГУЯ. И поэтому, собственно, на моей 4-гиговой машинке запускалось 4 виртуалки, как бы еще приложуха, и все нормально работало, не тормозило. То есть работать реально удобно. Не кликается. Во. Как им пользоваться? Ну, во-первых, сначала надо установить и положить, ну, как правило, в корень проекта, Вагрантфайл. Вагрантфайл – это файл, где вы описываете, какие виртуалки вам нужны, с нужными параметрами. После этого новый девелопер клонит проект, заходит в папку, делает в консоли Вагрантап, да, это консольная приложуха, и все, у него запускаются все виртуалки, описанные в Вагрантфайле. Очень удобно и, в принципе, быстро. Вот пример Вагрантфайла. Но это не совсем реальный, то есть как бы там может быть больше директив. Он написан на Ruby Вагрант, поэтому все, что вы видите здесь, это Ruby код, просто это DSL, Domain Specific Language на Ruby, который позволяет конфигурить Вагрант. Вагрант. Вот вы видите вторая строчка, config.box.url. Это URL, откуда можно скачать бокс. Можно указать локально, можно указать название в репозитории. Бокс – это образ операционки, заранее сбилженный для Вагранта. Вы можете создавать свои боксы, что-то там предефинить в них и раздавать. После этого мы говорим, что хотим задефинить две виртуалки, Core и Web1. И каждую виртуалку можно тоже конфигурить по-разному. Например, в Core мы указываем, что мы хотим пробросить порт 6379 Redis к нам на машину. И таким образом у нас на локальной машине будет localhost 6379 доступен порт из виртуалки. А в другой мы говорим, что мы там хотим IP-шник засайнить. Такой-то. Если у вас, допустим, виртуалки должны между собой взаимодействовать как-то. И еще, допустим, Core. Вот мы можем запустить провиженинг этой машины. Чуть позже я расскажу об этом, что это такое. Собственно, таким образом у нас есть виртуалки, которые быстро и легко запускаются в одну команду. И у нас есть два подхода, как с этим работать. Первый подход. Лично я так делаю. У меня в виртуалке находятся все зависимости приложения, то есть все базы, очереди и так далее. А приложение я запускаю у себя локально. Но просто, мне кажется, так оно быстрее работает. И если нет никаких явных причин, почему не делать так, я не вижу. Почему не делать так. Второй подход хорош, допустим, когда вам нужно попрограммировать на Ruby под виндой. Это вообще больное занятие. Поэтому можно положить все в виртуалбокс, в виртуалку расшарить папку и писать код в своей хостовой системе, и он будет выполняться в гостевой. Вот такие два подхода. Провайдеры. Окей. Мы разобрались, как мы хотим использовать Vagrant. Мы разобрались, какие виртуалки мы хотим, в какой конфигурации. Чем можно виртуализироваться? По дефолту это виртуалбокс. Работает быстро. Можно, видимо, еще быстрее. В MWR быстрее, говорят, по отзывам. Она вроде платная, по-моему. Потом можно докер с недавнего времени использовать. Его часто путают вообще с Vagrantом. То есть спрашивают, а почему Vagrant, а не докер? Это как бы разные вещи. Если кому-то интересно, можете вопросы задать. Потом Hyper-V. Это от Microsoft виртуализация. То есть тем, кто пишет под .NET, кому нужно что-то в винде запускать, то же самое можно сделать. И Amazon Elastic Cloud. То есть вы можете как будто бы локально запускать виртуалки в облаке. В общем, провайдеров там, по-моему, даже больше, но это такие основные, чем можно попользоваться. Теперь мы переходим к моменту, когда хорошо мы определили, какие виртуалки нам нужны, какие там порты пробросить, нужно установить сервисы туда. Как это сделать? Самый простой вариант – это shell. Какой-нибудь любой линуксовый shell, либо PowerShell. Можно написать его прямо в Vagrant файле или написать во внешнем файле, подключить в Vagrant файл. И при первом запуске виртуалки оно все там запровизит и установит все, что вам нужно. То есть это просто bash или PowerShell скрипты. Остальные варианты – это системы управления конфигурациями. Сейчас я перейду к ним, попытаюсь объяснить, почему они нужны. В общем, такие варианты. Вот так вы можете настраивать ваши виртуалки. Как не надо делать? Вот те, кто слушали внимательно, я там сказал, что бокс можно самому делать. И некоторые люди, которые придерживаются ортодоксальных подходов ручной настройки серверов, они говорят, да давайте мы сейчас, когда будем делать бокс, мы все установим туда и будем просто вот такой Vagrant файл раздавать. Он будет выкачивать откуда-то бокс и можно будет с ним работать. Это плохо. Кто-нибудь может сказать, почему? Да, даже не обновлять. Поддержка такой штуки, во-первых, она завязана на синдром троллейбуса. Только тот чувак, который это сделал, знает, как там внутри все работает. Открыв такую виртуалку, вы не сможете сделать ее точную копию, если не будете знать точно всего. Может быть, он какие-то хитрые скрипты где-то там вот положил, а вы не сможете их скопировать. Поэтому так делать не надо. Это плохо, хотя и кажется, что один раз настроил и можно круто пользоваться. Поэтому мы переходим ко второму посылу, который я говорил. Первое, это то, что девелоперский environment должен находиться в виртуалках. Второе, то, что девелоперским и продакшен, и стейджингом нужно управлять с помощью систем управления конфигурациями. Что такое конфигурация? Это состояние сервера, грубо говоря. Состояние виртуалки. То, какие сервисы установлены, то, какие запущены, какие файлы лежат и так далее. Программисты на самом деле не любят, наверное, этим заниматься. Но я люблю. Но некоторые не любят. Поэтому они даже не хотят касаться администрирования. Но на самом деле администрирование можно свести к программированию. То есть вся конфигурация должна представляться не командами, а каким-то кодом. Вот системы управления конфигурациями, про которые я говорил, это Chef, Puppet, Sold, Ansible, как раз таки позволяют писать код, который описывает состояние ваших виртуальных машин. Ну или физических. Без разницы. Для чего это нужно? Конфигурация ваших виртуалок должна быть воспроизводимой. Например, вы настроили сервер, работаете, работаете. Это реальная история из случая одного чувака, который как раз пропагандирует это все в России. Вот они что-то делали, сервер был круто настроен, потом упал, а админа не было. И они потратили, по-моему, неделю на поднятие всего этого дела. Если бы они воспользовались системой управления конфигурациями, они бы за 5 минут выкатили новый сервер и за несколько минут вкатили бы бэкап туда и все работало бы хорошо. Когда мы используем систему управления конфигурациями, нам не нужно так же ходить на сервера по SSH. В идеале, если настроено это до вас, то вы, может быть, ни разу и не сходите туда по SSH, если ничего не случится. Если у вас есть мониторинг и папет установленный, то все ок. Система управления конфигурацией позволяет вам централизованно управлять всеми серверами. Если у вас 100 машин одинаковых, допустим, и вам нужно переосайнить порт веб-приложения, например, на какой-то другой, вам достаточно поправить один файлик, залить это в папет, и через несколько минут 100 машин будут уже слушать другой порт. Если вы будете это руками делать, будет плохо. Собственно, идея в том, что неважно, сколько у вас машин, одна или пять, их количество может расти, и нужно всегда конфигурацию хранить в коде. В итоге, что это нам дает? Мы можем поднять девелоперскую машину с настроенным вагрантом и имея конфигурацию, например, шефу за пять минут. Мы можем добавить, допустим, у нас 10 серверов, какие-то там задачи выполняют, да, веб, и они раунд-робином, там на них нагрузка балансируется. Вам нужно добавить 11, вы сделаете это за несколько минут. А если вам нужно добавить еще 10, вы точно так же сделаете это за несколько минут. Соответственно, с такой системой вы будете чувствовать себя спокойнее и просветленней. Опять не кликается. Ну там, собственно, все. Мой доклад. Все, наверное? Давайте вопрос. Микрофончик. Ну, у меня два небольших вопроса. Первый, какую вы бы порекомендовали систему конфигурации, их же много есть, шеф, ансибл, которая попроще была бы, потому что, вот я точно знаю, что шефом достаточно сложно, по-моему. И второй вопрос, есть множество способов, как вот расшарить папку для разработки между хостовой машиной и виртуальной. Тоже, какой способ наиболее быстрый, вот как думаете? Потому что некоторые, стандартная, например, виртуалбоксовская виртуализация довольно тормозная, еще и глючит к тому же. Ну, по системам управления конфигурациями, да, шеф. Хотя он написан на руби, я пишу на руби, мне как бы должно быть очень удобно пользоваться шефом, но реально там очень много багов и порой натыкаешься на баги, которые там были открыты там в джире или где-то у них в редмайне там пять лет назад, а они пять лет не могут зафиксить их. Поэтому шеф, ну, я бы воспользовался сейчас ансиблом. Он на питоне написан, то есть вам не нужно вообще ничего ставить, по идее, на ваши машины. Питон есть на всех Linux машинах. Во-вторых, там для конфигурации используется не какой-то DSL, а JSON, по-моему, или YAML. Вот. Поэтому я бы выбрал сейчас Ansible. А по шарингу папки, да, на VirtualBox эту шаринг жалуются. Нормально, по-моему, работает NFS, она быстро, ну, соответственно, если, я не знаю, Windows поддерживает NFS, нет, ну, если с Windows... У меня просто был странный случай. У меня и на хост машине Linux стоял, и в Агранте был Linux. И я думал, что NFS будет самый оптимальный способ. Вот. В результате потом я был вынужден перейти на самбу и очень удивился, что она намного оказалась быстрее. Может быть, я просто неправильно настроил NFS, точнее, не настроил просто из коробки, сделал и все. Но самба почему-то оказалась быстрее. Ну, да, мне кажется, надо было подтюнячить NFS. Самба – это не выход. Что еще вопрос? Спасибо. Да, коллеги. Скажите, пожалуйста, вы там предлагали ответить про докер и про Агрант, как они вместе работают. Можете прокомментировать? А, ну, я их вместе не использовал. Вопрос вообще про них или как, я не понял? Ну, да, про докер. То есть, как используют докер с Агрант вместе? Ну, я на практике не юзал его вместе, но я так предполагаю, что он в Агрант точно так же там запускает какую-то виртуалку, если там как получается. Докер же – это технология линуксовая, он работает только на линусе. То есть, на маке запустить докер проблематично. Как правило, когда они хотят запустить докер на маке, они ставят в Агрант виртуалку линуксовую, и в ней уже запускают эти контейнеры. То есть, как он работает на разных операционках, я не могу сказать, но если у нас есть линукс, есть Вагранд, то он запускает просто контейнеры докера. Еще вопрос? Коллеги. Спасибо большое, Станислав. Тогда нет вопросов, спустя, ставитесь к нам.